Сегодня у школьников началась четвертая четверть в режиме удаленки. Однако от нового формата в шоке и дети, и родители, и сами учителя. Последние не могут жаловаться вслух, а вот родители не сдерживают эмоции. Людмила Батюшкина продолжит. Третьеклассница Полина Шишова до сих пор училась на отлично. У девочки нет дома ни компьютера, ни Wi-Fi роутера. Есть мобильный телефон с интернетом, но пробный урок вчера довел школьницу до слез. Девочка не смогла понять и выполнить задание, так как интернет зависал, а текст не было видно. Но если я не выполню задание, она плохие оценки поставит. Я боюсь стать двойницей, я не хочу получать двойки. По словам бабушки Полины, в школе сразу объявили, что планшеты и роутеры получат только дети из малообеспеченных и многодетных семей. У семьи нет такого статуса, хотя и достаток небольшой. Нам сказали, что это будет выдаваться только малоимущим и только многодетным семьям. Я уже думала, ну пойти хотя бы в кредит взять, ноутбук, все, что к нему полагается. Думаю, как-то, ну чтобы ребенок обучался. Ну а сейчас этого невозможно взять, все же позакрывали, все магазины, а по сотовому телефону ничего не получается. Обучение никак, ну никак не получается. Вот никак. То пропадает куда-то, то что-то меняется. Вот они вчера тут сидели целый день. Действительно, первоначально власти информацию предоставляли иначе. С родителей собрали заявление, где они написали, какую имеют или не имеют компьютерную технику для дистанционного обучения детей. И что всем нуждающимся выдадут планшеты и роутеры. До 6 апреля 100% мы должны обеспечить и интернетом, и планшетами, и компьютерами. На сегодня для этих целей выделено 377 миллионов тенге на приобретение 2409 компьютеров. Городской отдел образования города Караганды, то есть те планшеты, которые они закупили, и флешки с интернетом, они все бесплатно раздаются. Всем нуждающимся. Однако теперь в отделе образования подтвердили, что технику получат только дети из социально незащищенных семей, чей статус подтвержден официально. И то во временное пользование. По окончании учебного года они должны будут сдать ее в школы. Родители поняли так, что всем будут все раздавать бесплатно и всем, кому кто хочет. И потом пошли уже, начали просить, где компьютер, где ноутбук. Мы сейчас с кем-то отрабатывали, что за стек, в какой категории относится и так далее. Мы всех тоже не можем обеспечить, даже школьной техникой. Потому что в школе есть техника древних районов, на которой ни скайф, ни зум, ни устанавливается. Более 20 тысяч учеников по всей стране из отдаленных районов вообще не имеют доступа к интернету. По данным Министерства образования, дети будут учиться по телевизору. Видеоуроки демонстрируются на каналах Балапан и Елярна. Для младших школьников по 10 минут, для старших по 15. Остальную часть урока – самоподготовка. Но учителя должны находиться на связи с учениками. Однако, по словам родителей, и телеуроки дети просмотреть могут не всегда из-за качества связи. В режиме онлайн по интернету то же самое.